МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импак». Спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние». Я сегодня снова не один, Юра Аскеров. Юра, приветствую. Приветствую. Спасибо. Будь благословен, будьте благословены. Мы с тобой уже, знаешь, как будто... Во-первых, мы знаем друг друга много лет, это одно. Но в эфире мы с тобой как будто уже спаренная такая ячейка. И, по-моему, это 12-13 эфир, не меньше, наверное, у нас, если ты считаешь. 11 или 12. 11 или 12, это точно, да? Да. Сегодня тема предложена, друзья, для нашей беседы, а также для того, чтобы вы рассуждали вместе с нами, это испытание. Испытание. Испытание в нашей жизни. И я более чем уверен, что без исключения, может быть, за исключением того человека из наших зрителей, который не понимает, что такое испытание, но без исключения, наверное, 100%, 99% понимает, проходят люди испытания. Да. Те из вас, кто встречается у нас в эфире сегодня. И в разных рамках, и в разных сферах, но испытания. У одного оно глобальное. Да. Испытание, которое затрагивает что-нибудь такое, объемное. А для других, испытания в миниатюре, они тоже жесткие. Да. Я это называю маленькой гефсиманией. И вот в таких наших маленьких гефсиманиях очень часто и многое из нас бывает. И это, кстати, это очень нормально. Да. Юрий, тебе слово. Хорошо. Большое спасибо за то, что даешь слово. Я не знаю, я просто боюсь, как на «ты» или на «вы» говорить. На «ты». Хорошо. И снова же это будет идти как бы продолжение нашей темы за евангелизацию. Почему? Когда человек приходит к Богу, для чего он приходит? Для чего Бог его вырывает из того состояния, в котором он был? Для того, чтобы формировать его как личность, для того дела, на которое Бог его избирает. И вот мы смотрим послание Иакова. Прекрасное послание. Он пишет об испытаниях. Первые 12 стихов. Я пока читать не буду. И у меня это получилось буквально на третий день после моего покаяния. Пришла страшная депрессия. Я ходил, я думал, Господи, что со мной? Буквально три дня назад я летал. Говорится, на душе было такое? Не передашь. Я не знаю. Я многим людям пробовал рассказывать. Они говорят, мы не знаем, о чем ты говоришь. Но буквально через три дня что-то пришло. И я не мог найти ответ. Господи, что я сделал не так? Вроде проверяю все так. Господи, почему? И прошло время, и мне один человек просто сказал. Юра, Бог готовит тебя. И он тебе теперь ставит в такие ситуации, чтобы ты мог понять себя, и ты мог понять людей, которые впоследствии будут приходить тебе. Другими словами, учитель дает экзамен для ученика. И вот я сам был преподавателем, и приходило время испытания. Это уже впоследствии. Я давал студентам бумажки. Это было их испытание. Дальше. Я когда-то работал на газопроводе. Газопровод, когда его сделали, его тоже испытывали. Сначала ему давали давление 75 атмосфер. Это мощнейшее, сильнейшее давление. Но это его рабочее давление. Потом добавляли 93 атмосферы. То есть догоняли до 93. Это уже критическое. Да, это давление испытания. И когда 12 или 24 часа труба выдерживала это давление, газ спускали до рабочего, труба работала хорошо. Так же самое и в нашей жизни. Вроде бывает все хорошо. Прекрасно. Ковырят солнце, улыбается. Мама, теща, как ласточка около тебя. Зятек, ты у меня самый лучший, самый прекрасный. На работе, говорит, ты у нас самый лучший работник. Как говорится в церкви, ты у нас, ты у нас, ну все, что нужно для нас. Но приходит день. Приходит один день. В другом месте этот день называют день злым. День нашего испытания. И вот мы немножко прочитаем послание Иакова. Прекраснейший человек. И если кто-то интересуется дальше еврейской традицией, мы сейчас найдем еврейскую традицию в его послании. А ну-ка. Почему Иаков, который буквально покаялся, но после явления Христа занимает ведущее место, становится пресвитером Иерусалимской церкви, главенствует на христианских соборах, и его слово последнее. Вот задается вопрос, почему? Даже в 15-е деяние, по-моему, ему слово было последнее. Да, его слово было последнее. Снова же мы смотрим еврейскую традицию. Дело отца должен продолжить сын. Вот мы знаем, священство, оно передавалось. Так же самое дело Равина. И фамилия Рабинович. То есть сын Равина. Другими словами, отец готовил сына, и сын становился после него Равином. Но если не было ни отца, тогда не было сына, тогда что делать? И получается, Иисус предлагает это своему сводному брату. Дорогие друзья, почему сводному брату? Вот тут вопрос. Снова же мы касаемся еврейской традиции. Потому что если бы Мария была его родная мать, он бы пресвитерство видел, как свои собственные уши. Почему? Дело в том, что Равин всегда был примером. Он примером был в жизни, примером был в вере, примером был в изучении Писания и так дальше. И вдруг, получается, мать Равина воспитывает другой человек. Ему бы сказали, дорогой, тебе не то, что Равина-то, тебе синагоги не видать. И мы видим, что по еврейской традиции, а это еврейская традиция, руководителем Иерусалимской церкви, но это сводный брат. А по еврейским законам, если дети сводились в одну семью, они считались как родные. И брак, например, между мальчиком и девочкой запрещался по закону. Здесь целая тема, возможно, другая тема. Да, да, да. На предмет того, все-таки вышла замуж второй раз Мария или нет. Об этом мы можем говорить все-таки. Но если в Писании не написано. Поэтому, ну это другая тема, наверное, размышления. Хорошо, ну можно я вернусь. И Яков пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадляете в различные искушения». Точно. Почему слово «искушение» – испытание? Дело в том, что эта Библия переводилась примерно 150 лет назад на русский язык. И многие слова… Синодальные ты говоришь. Да, да, да. Они потеряли свое значение. Вот сегодня у нас слово «правда и истина» – это одно слово, да? В библейском языке это два разных слова. Это два разных слова. То есть, правда – это все, что касалось праведности и оправдания. А истина – это то, что мы сегодня называем правдой. И вот Яков пишет. И давайте мы разберемся, почему мы должны радоваться, когда упадаем в различные испытания. Когда, извините, нам плохо. Когда нас начинают где-то не понимать. Когда у нас появляются какие-то проблемы. Я говорю, почему? Неужели это должно быть радостно? И самый первый ответ. Потому что Бог посмотрел на тебя и выбрал тебя из огромной массы верующих людей для того, чтобы работать с тобою и для того, чтобы поставить тебя на то место, на которое Он определил. Это очень правильно сказано. Единственное, что я бы так быстрее хотел бы выпрыгнуть выпрыгнуть из этой горячей сковороды, на которой я нахожусь. Тебе легче говорить. Есть де-юра, есть де-факто. Сейчас ты говоришь де-юра. А вот когда де-факто, там намного... Хотя ты говоришь очень правильно. Хорошо. Ты очень правильно говоришь. Я могу привести много примеров. Ну, пожалуйста. Много примеров. Когда Бог начинал делать работу с человеком. Вот один из примеров. То есть? Мой друг, который сейчас раввин мессианской общины, Федя Шестаков, Ужгород. Угу. Собираются они недалеко около вокзала, там есть библиотека. Хорошо. Этот человек когда-то был ОПГ. Ну, организованная преступная группировка. После одного случая, когда он отказался ехать, а человек сел на его место, и именно этот человек погиб. Ммм. Он покаялся. Он покаялся, и он впоследствии стал пастором Баптистской церкви. Деноминация «Большая благодать». И вот теперь мы с этим человеком работаем. Мы ездим с ним по семинарам. Его заинтересовала еврейская традиция культура. Угу. Мы дружили с ним. Частые вопросы. Ну, он был немножко антисемит. Ну, мы... Будучи даже. Да-да-да-да-да. Да. Да. Он не знал, кто он. Я ему просто одна сказал, Федя, ну, не надо антисемитизма, а то случайно антисемитом станешь ты. Угу. Прошло время. Мы поехали с ним в Житомир. Он сам в Житомирской области. А там много евреев. Да-да-да. Он скоростене. И получается... Тоже много евреев, да. И получается, в Житомире у нас на семинаре были два майора милиции. Муж и жена. И мы спросили, Оля, пожалуйста, по своим каналам простукай имя его отца. Отец ушел от них, не хотел жить с верующими. И нам говорят вечером, что его отец в Ивановке, а это на границе Житомира. Мы поехали туда, провели семинар, все, вернее, евангелизацию, помолились. Я проповедовал его отцу, отец молился со мной. И назад, когда мы ехали, он говорит, ты мне правду сказал. Я говорю, что? И он мне начинает рассказывать. Я спросил у папы, папа, а кто моя мама? Мама умерла. Говорит, Федя, ты что, не знал? Нет. Еврейка. Значит, он чистокровный еврей. Не просто чистокровный, прямое потомство Аарона по материнской линии. Видишь как? А, у него прекрасный голос. До того, когда он узнал об этом, они пели на ужгородском телевидении. Не все это было. Бог работал с ним. Так же самое. Я могу рассказать за мной их моих друзей, но у нас убегает тема. Ну да. Хорошо. И вот если Бог выбирает человека, он начинает работать с ним. Если он выбирает его как пастыря, он начинает работать с ним как, ну, по пастырскому варианту. Почему? Он научит его понимать людей. Пастырь – это тот, кто защищает, это тот, кто водит, это тот, кто кормит овец и делает все для их небезопасности. Ну, вот модель новозаветнего пастыря – это 22-й псалом. Аминь. Я ни в чем не буду нуждаться. И когда я к тебе прихожу как к пастырю, я ни в чем не должен быть в нужде. И то, что мы с вами будем говорить за четыре эскалологических притча Матвея, в первой там сказано, что человека, которого хозяин поставил над слугами, он должен беспокоиться за то, чтобы слуги имели что кушать. Конечно. Это пастырь. Да, это пастырь. Продолжай. Хорошо. И мы видим, что если Бог предусмотрел этого человека как душепопечителя, пожалуйста, он будет работать с ним для того, чтобы объяснять человеку природу конфликтов. Дальше. Если он выбрал его как человека, который будет благословлять других, он проведет его в понятии в зависимости от Бога и даст ему финансы. Ну, в нашем понимании, что служение пастыря и душепопечителя, оно сочетаемо. Я понимаю, да. Так должно быть, хотя в американской структуре там по-другому совершенно. Я понимаю. Но мы в себе сочетали одно, другое, третье, и администрируем, и душепопечение здесь, и пастырствуем, и священодействуем. Все-все-все. Зачастую вот такой, ну, может быть, даже лишний винегрет позволяем себе. Вместо того, чтобы печьтесь народе Божьем о молитве. Ну, я понимаю, что дело пастыря больше готовить тех, которые будут работать, и при возможности работать с людьми. Это очень важно. Ты знаешь, потрясающая тема. Вот ты затронул такую тему, потому что то, о чем ты говоришь, то, о чем ты говоришь, вот если Бог готовит человека к пастырскому служению, значит, человек это должен ожидать. Готовься, потому что получишь. Я на такой горячей сковороде, я в свое время был, я в свое время был на горячей сковороде, неся служение старшего пастыря. И мне так хотелось с этой горячей сковороды выпрыгнуть побыстрее, а она была такая горячая. И глазами сегодняшнего дня я могу понять, для чего Господь то допустил. И глазами сегодняшнего дня уже от Духа Святого я единожды принял, что если бы я с честью не выдержал то испытание, с честью и с достоинством, то Бог не дал бы мне возможность следующего уровня. И для многих из нас и многих из телезрителей пастырского служения, которые с нами сегодня встречаются, пастырские испытания вот в твоей жизни и в твоей ситуации сегодняшнего дня, оно может быть или трамплином для следующего благословения, успешного служения, или оно может быть в противоположную сторону, разочарованием сплошным. Я понимаю, разочарование это разочарование, мы все разочаровываемся. Но вопрос заключается в другом. Я понимаю, я в разочаровании, но я смотрю на того, кто дал обетование. Да, мне бывает трудно, потому что в испытании, ну, человек не ходит, не распевает песни, «Аллилуйя, Господь, я сегодня в испытании, мне сегодня хорошо, я сегодня радостный». Нет, нет, за исключением, если харизмат, если харизмат, там уже, да, там в Аллилуйя кричит, и все. Потому что мое служение было и в харизматических церквях, и все. И многие проблемы я помогал, то есть именно в харизматических церквях тоже. Хорошо. Но давайте мы посмотрим. Вот Бог выбирает человека. Дальше. Следующая ступень. Он шлифует его терпение. Ну, это правда. Что такое терпение? Это правда. Это стойкость минуты испытания. Вот понимаете, сначала, когда испытание приходит, нас начинает шатать в одну, в другую, знаете, как дерево во время ветра. Пока мы не стоим четко на своем месте. Все. Мы уже не колебнемся туда-назад. То есть Бог шлифует наше терпение. А терпение ведет нас к чему-то. К совершенству. К духовной зрелости. Или же вырастание наше, к нашему предназначению. Что такое совершенство? Вот я же говорю, первое, это духовная зрелость. Духовная зрелость, это все-таки совершенство. Да, совершенство. И здесь больше по контексту идет то, что мы дорастаем до своего предназначения. Ну вот, для чего вот эта кружка? Конечно. У нее очень... Исполнить предназначение. Да, все. У нее водичка. Так, как и моя. Слава Богу. Прекрасная, что мы можем в нее налить воду, чай, кофе и так дальше. Если бы мы использовали ее в другом предназначении, это уже не то. Так же самое. Мы видим, что Бог шлифует человека для того, чтобы довести его до его предназначения. Предназначение хорошего пастыря это быть пастырем. Быть именно пастырем. Предназначение хорошего учителя быть учителем. Душепопечителя быть душепопечителем. Евангелиста быть евангелистом. А извините, евангелисты это люди не от мира сего. Евангелист, он идет на одной волне. Вы знаете, люди идут, переключают там на приемниках иногда волны, а этот идет на одной волне. Волна Святого Духа. Почему? Я не знаю, например, что у вас в средине. Я не знаю, что в средине другого человека. И я подхожу, то есть Дух Божий мне дает, подходи к этому человеку. Я начинаю говорить, я не знаю, кто этот человек. И Дух Святой дает мне информацию о нем. Ты говоришь, может, за пророческое служение? Нет, я говорю за совершенство. За совершенство, за предназначение. И получалось много раз во время того, когда было и душепопечительство у меня, и когда были другие служения, то есть Бог открывал информацию о другом человеке. Я не знаю, рассказывал, не рассказывал, был у нас в церкви, пришел один человек, неверующий. Он рассказал братьям, что его преследуют голоса, и он хочет кончить самоубийством. Помогите. Я уже, говорит, был у психолога, я уже был у экстрасенса, ничего не помогает. Мне люди сказали, если штунды не помогут, извини, тебе ничего не поможет. И мне братья сказали, Юра, иди поговори с ним. И вот, понимаете, я говорю с человеком. Тебе братья бросали в самые горячие точки. благословенные братья. Как в Афганистан. Благословенные братья. Я им благодарен за это. И когда он мне сказал, ну я думаю, ну что тут, проще простого, оккультизм и все. Ну да. Но когда я начал говорить дальше, я понял тут другое. И я тогда ему начал что-то говорить, молиться внутри и ждать ответ. Один раз пришел голос непрощения. Я говорю, Господи, ну при чем тут непрощение? Я же тебе прошу, то есть открой мне эту тьму. И Дух Святой говорит, непрощение. Потому что ты оперировал даром словознания. Я не знаю. Но это так, если ты евангелист, если ты душепопечитель, это нормальное присутствие в твоем служении. Это дар словознания, дар слова мудрости. И когда мне этот человек сказал, я его спросил, скажи, пожалуйста, есть ли человек, которого ты не можешь просить? Он мне сказал, я бы его сейчас по стене размазал бы. И с этого началось его духовное исцеление, которое кончилось его покаянием и принятием, Иисуса Христа. На следующий день он прибежал в церковь, говорит, Юра, я сегодня первую ночь спал спокойно. Аллилуйя. Жил Господь. Это прекрасно. Давайте идем дальше. Чему ведет нас испытание? Мудрость. Практическая мудрость. Мы идем по 12, то есть по первой главе. Да, Якова. Первый 12 стих. Дорогие друзья, пожалуйста, прочитайте это. Пожалуйста, это очень интересная глава. Это глава, который ответит вам на вопрос, почему очень часто мы попадаем в испытание. Мы уже с вами сказали, первое, что Бог избирает нас из общей массы верующих людей для того, чтобы конкретно, индивидуально работать с нами. Почему? Потому что Он выбрал тебя для служения. Он выбрал тебя для того, чтобы дать тебе свою, маленькую частицу своего удела. Дальше, Он выбрал тебя для того, чтобы подготовить и поставить тебе подготовленным человеком. Юра, очень важную ремарку мы должны сделать, что за исключением тех случаев, когда испытания могут быть причиной и следствием греха человека. Аминь. Когда Бог помещает его в такую среду, где человек осознанно, помнишь, когда Бог сказал Давиду, из-за этого войны будут у тебя. И он проходил такие тиски, испытания, по большому счету, это тиски. Я вот как-то зашел к отцу в гараж и отец, там, по-моему, у него тиски, как это, ну, знаешь, закручивают. Это так и называются, кстати, тиски? Да, да. И он что-то там закрутил и там что-то пилял на это. Вот, я так посмотрел, думаю, так и человек может быть. И в этих тисках мы находимся, в испытании, и оно так тяжело, так плачется, так колется. Просто, Юрий, я, возможно, немножечко не соглашусь. Хотя я согласен, с тем, что вы сказали. Оно давай. Почему? Потому что мы все искуплены. Цена заплачена. Мы проповедуем, что Бог просил наши грехи от и до, до нашей гробовой доски. Это одно. Но дальше, если он видит, что мой нос задирается вверх, вот это я немножко потом скажу, что это такое. И он дает нам возможности пройти то, что проходили люди. Или когда мы осуждаем кого-то. Для того, чтобы нам же сделать благо, нас отвести от чего-то. Ну хорошо, друзья, давайте мы немножко о мудрости поговорим. И вот смотрите, мудрость в испытании. Мы понимаем, да, мы часто это место вырываем из контекста и даем это как учение о мудрости. Но здесь мудрость в контексте испытания. Только в контексте испытания. Почему? Вы знаете, иногда бывают ситуации, они довольно интересные, когда у тебя рот закрывается, руки опускаются, и ты не знаешь, что делать. А здесь Писание четко и ясно говорит, у кого не достает мудрости, пусть просит. Порсит просто. Немало не сомневаюсь. Немало не сомневаюсь. Потому что сомневающийся. И вот я расскажу один случай, о котором я вам рассказывал. Ехали мы с Донецка в Сумы. То есть наша команда, которая проводила его анализационные семинары вместе с американцем. Они все были в одном купе, а я был в другом. Я захожу, сидит женщина, ну, немножко младше меня, но очень полная. Ну, поздоровались, все, я уже не помню, как ее звать. Ну, и начал, завязался разговор, который я перевел на проповедь в Англию. Она меня остановила и говорит, слушай, ты знаешь, кто я? Я говорю, женщина, ну, откуда я вас знаю? Ну, да. Я вас первый раз увидел в этом поезде. И вот только мы первый раз с вами заговорили. И она мне открывает истину. Я колдунья, потомственная, в четвертом роде. Ну, вы знаете, конечно, у меня язык сразу чуть ли не прилип к горлу, но я снова, Господи, дай слово. И Бог дает слово. Я говорю, а вам это нравится? И я смотрю ей в глаза. Она говорит, да вы посмотрите на меня, какая я. Я делаю людям добро, я белая колдунья, а все приходит снова на меня. Я говорю, значит, я в нужном месте с нужным человеком. Кончилось с чем? Кончилось с тем, что она молилась, молитва и исповедание, она просила прощения за свои грехи, и она просила Иисуса, выйти в ее жизнь. Жив Господь. Это было прекрасно, это было хорошо. А сколько таких случаев? Когда человек не знает, что сказать. А Писание говорит, когда вас ведут перед правителем. Не заботитесь. Да. И вот много случаев ребята рассказывают с армии. Повели. Ну, хорошо, повели такого человека, который не мог двух слов связать толком. Где-то его определенное время держат, вылетает радостно и сияет, как электрическая лампочка. Что такое? Говорит, братья, не знаю, откуда бралась, но, говорит, этот поблагодарил меня за мою веру, даже руку пожал, и я ушел. А сколько таких случаев было у нас на шахте? Сколько таких случаев было в жизни, а на евангелизации сколько? Ты говоришь, смотри, когда в учебке, в Тенде, Тенда – это центр Байкало-Мужской магистрали, это была стройка века под Брежневым, когда в учебке мне пришлось пройти очень серьезное испытание, не приняв присягу, и вызывает меня начальник штаба, майор, закрыл за собой дверь, я думаю, что он закрывает за собой двери? Так, еще посмотрел за дверь, никого нету, а ну-ка присядь, рядовой, я присел, говорит, мы тебя, команда свыше поступила бросить тебя в тайгу, на Восточный Бам, это как раз строит, через тайгу прокладывает железнодорожное полотно, и команда поступила бросить тебя туда, говорят, чтобы ты там сломался, говорит, я тебя попрошу, что-то, рядовой, я говорю, слушай, товарищ майор, говорит, не вздумай принять присягу там, говорит, стой до конца, я так посмотрел, думаю, уже тогда понимал, что Бог осла использует для того, чтобы укрепить меня, поэтому действительно, ты говоришь, сразу оно непонятно почему, а потом, впоследствии, мы начинаем разуметь. Да, и вы знаете, я бежу дальше, потому что я боюсь, что время кончится быстро. беги. Хорошо, следующее, написано за богатого и бедного. Хорошо, но мы понимаем это в одном, но богатые люди, мы видим в Америке, что многие богатые люди просто, ну как, превратили церковь в закрытый клуб. Ну, это, это, это то, но я это хочу использовать в другом, я это использовал в другом варианте. Почему? Вот я говорил за человека, у которого поднимается высоко нос. Вы знаете, есть такое понятие, как звездная болезнь, и ею болеют проповедники, пастыря, душепопечители, ну, пока Господь не даст свое лечение. И этим лечением довольно часто есть долина уничижения. И вот понимаете, идет человек, высоко поднявший голову, кто-то идет, какой-то бедный там, Иван Степанович, пастырь, это был дорогой привет, Аллилуйя, слава Богу, небеса прекрасно, хорошо. Бог дает лекарства. Долина уничижения. И там человек обретает источники. То есть, что-то приходит в жизнь такое, что его не то, что опускает. Господь воздвигает гонения со стороны своих ближних. Да. Если мы говорим за рамки церкви, бывает такое, когда идет недопонимание его, и появляется какая-то, или на членском, или это мы не будем детализировать особо. Но так в общем мы скажем. Да. И если пастырь не на правильном месте, не в правильном месте, и духовно он, так скажем, не на своем месте, он, первая реакция, это обвинить одного, второго, третьего, четвертого, десятого. Я тебе знаю, что времени не так много, но все время на импакте это наше время. Я понимаю. Да, поэтому время мое, а время между нами в прямом эфире. Ясно. Так вот, слушай. Ну, это в тему. В одной из церквей, в одной из церквей пятеро пастырей пригласили старшего пастыря, пятеро рукоположенных пастырей, все его помощники, пригласили старшего пастыря побеседовать с ним, потому что духовно дела в церкви шли не совсем блестящим образом. Не совсем блестяшим. Сделался крен со стороны старшего пастыря в область администрирования, строительства, в область там ремонтировать, там что-то латать, что-то какие-то, заливать какие-то, эти, дорожки какие-то, потолки ремонтировать, свет менять, туалеты ремонтировать. То есть и духовная среда, то есть духовный костяк церкви собрали с пастырями, говорят, пастыр, видим, что тебе нелегко, понимаем на тебе нагрузку, и мы бы хотели вот, и предложили, перед этим они, как они мне говорили лично, молились, беседовали между собой, нужно помочь, чтобы церковь все-таки духовно, она количественно начала катастрофически уменьшаться, люди начали уходить. К сожалению, реакция пастыря, было столь непредсказуемо, что когда мне эти пастыря, пятеро позвонили, я был в одном из штатов в гостях, и говорят, Юра, у нас кризис очень серьезный, брат Юра, я говорю, какой? И изложили мне картину, я говорю, братья, вы как ядро церкви, пока держите это, пока держите в узком кругу, молитесь, то другое, я буду звонить этому старшему пастыру, буду с ним советоваться, но ты знаешь, настолько пришло, к сожалению, ожесточение, друзья, я почему эти вопросы некоторые детализирую, насколько важно, насколько важно и правильно быть на своем месте, проходя такие испытания, даже если могут быть извне, какие-то, какие-то извне, и кончилась, кончилась трагически история, потому что пастырь не принял, к сожалению, он не принял, и он сделал воззвание, написал, по-моему, 20 пунктов, почему он категорически против идет, против этих пастырей, и мне присылают этот перечень, что они то, то и то, и я схватился за голову, и слышу внутренний голос, это начало конца служения пастыря, к сожалению, так и произошло, но церковь сохранилась, слава Богу, и все там, слава Богу, то есть я к чему, сохрани нас Господь в этих испытаниях, когда даже если что-то, вот, ну, к нам приходит, и когда мы, когда мы, как ты говоришь, чувствуем, а вдруг меня нос-то на ветру, нос на ветру, знаешь, нос вверх, звездная болезнь, кто вы такие, то есть я, я, и Господь, Господь, глядя, что человек не прошел испытания, экзамен, как ты говоришь, не сдал на семинаре, Господь попускает очень сильно, продолжай, Ира. Хорошо, и когда вот этот человек, который идет долиной уничижения, извините, нос опускается, он уже Ивана Степановича видит, он уже других, он уже подходит, Иван Степанович, будьте благословенны, добрый день, как вы поживаете, все, а Иван Степанович разводит, руками, и думает, Боже, что с пастором случилось? Но другой человек, вчера ишел нос поднятый, а сегодня подходит, как говорится, и руку пожимает, все. Почему это делается в нашей жизни? Чтобы мы, извините, не задирали свой нос, нас поставили служить, а не господствовать. Нас поставили служителями, а не царями. Ну и так дальше. И мы видим, я знаю много таких случаев и на Украине, и в моей жизни тоже самое. Потому что, когда, извините, звездная болезнь появлялась, Бог посылал лекарства. И вы знаете, неприятное, оно всегда горькое, оно всегда, как говорится, нехорошо идет в жизнь, но зато приносит очень хорошие плоды. Это смотря, кто рецепт дает. Если Господь дает рецепт. Господь. Мы сейчас говорим за Господа. А если дает какой-нибудь плотский советник, или тот, который на ухо шу-шу-шу там шепнул, рецепт неправильный дал, и это может послужить, как я говорил, катастрофой для многих. Следующее, что в испытании Бог проверяет нашу любовь. Ой, тут интересно. Почему? Вы знаете, я был в многих служениях. Люди на собрании молятся, кричат, Бог, я тебя люблю. А Бог смотрит с неба. Да? Проверим. И в жизнь человека приходит испытание, и на второй, третий день руки опущены. Господи, ну зачем мне это? Ну что, я не такой, как все. Вы знаете, это очень интересно. Любовь, это то, что мы называем интим. Это между двумя. Если я в своей тайной комнате говорю, Бог, я тебя люблю. Бог, я тебя люблю. Совершенный. Да, я такой, я не хороший, но Бог, я тебя люблю. Мне без тебя идти некуда. Мне жить без тебя неохота. Понимаете, это когда мы наедине с Ним. Но когда мы где-то в собрании кричим, Бог, я тебя люблю. Люди смотрят, смотри, какой духовный иван. Ты знаешь, вчера у нас осетинец был, сегодня в повторе, он был утром, кстати. И настолько Богу понравилась его молитва. Он рассказывал, говорит, привезли меня в репцентр. Я, говорит, такой уже дошел до того, что ну уже все, ну мне нужен выход. Я, и говорят, за какого-то Бога. А на табуретке там или на, как называется, на тумбочке лежит куча сигарет, к которым я вот прилеплен, и я знаю, что я их должен все скурить. И я, говорит, склонил колени. На коленях у меня звезды, воровские. Когда я дал клятву, что эти колени никогда не перед кем не. И я упал на колени, и говорит, все, что я мог сказать Бог. Если ты, смотри, вот эти сигареты, говорит, и говорит, я устал от них. Ну можешь ты мне там помочь или нет? То есть, ну это потрясающее, кстати, свидетельство было. Если вы не смотрели, посмотрите в повторе. За любовь. Я тоже, Юр, тебе рассказывал случай, за одну из моих студентов. Я не называю ее именем. Это благословенное, красивое, хорошее. Ну получается, я ввел библейские курсы у них перед тем, как они должны были ехать на миссию. И вот уже где-то года два-три прошло, мы приезжали к ним в Сумскую область немножко поддержать. Потом прошло время, я снова уже приехал как бы с другой программой, и я ее увидел. Добрый день, добрый день, как поживаешь, слава Богу. Ну и говорю, слушай, а замуж не выходишь? Говорит, брат, ну никто не берет. Я говорю, слушай, это ты мне рассказываешь. А внешностью она была приятная. Красивая. Ну, ну можно сказать, красавица. Дальше, ее поведение, ее все. Манеры, все было. все, все прелесть. Ну и получается, я говорю, слушай, да, говорит, ходит один, постоянно говорит, люблю, люблю, и толку никакого. Я говорю, ну давай мы с тобой проверим эту любовь. Совет начал давать. Я тебе дам совет. Она говорит, какой? Я говорю, ты знаешь, что любовь проверяется? Она говорит, а как? Я говорю, хорошо, вы встретитесь снова. Он скажет, я тебя люблю. А ты ему скажи, ты правду говоришь? Он, конечно, скажет правду. Говорит, слушай, а давай мы проверим эту любовь? Ну для парня это же за день и за живое. И когда он скажет, что я согласен, ты ему спроси, ты меня любишь? Он скажет, да. А если любишь, бери замуж. То есть инициатива наберет в свои руки, ты так посоветовал. Через два года я приехал, мне сказали, эта девочка вышла замуж, прекрасная семья, муж там радуется, они нарадуются уже. Ребенок уже? Да, 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 уже ребенок есть. Ну и я ее встретил, говорю, слушай, а как получилось? Говорит, ну так, как вы сказали, так получилось. Я говорю, я уже забыл. Ну и она рассказывает, встретились, он говорит, я тебя люблю. Да, да. Давай проверим, давай. Ты меня любишь? Да. Если любишь, бери замуж. У меня сердце начало колотиться, я говорю, и что? Убежал. Убежал. Говорит, через три дня пришел и сказал, согласен. Видишь, подумал, помолился. И после этого мне несколько сестер, я на семинарах рассказывал этот, пример не раз, мне несколько сестер говорили, что поступили так же само. Ты знаешь, ну, наверное, время пришло такое особенное, особенно в Америке. Наверное, да. Поэтому, если, даже Господь сказал, если любите, соблюдите мои заповеди, это мы о любви говорим. Да. И вы знаете, дело в том, что я еще обычно людям говорю, это, может, не в тему этого семинара, то есть этой программы, но никогда не говорите то, что когда-то сказал Давид. Господи, узри, не на опасном ли я пути, испытай меня, Боже. Чем кончилось испытание? Тяжелое. Да. Четыре трупа в семье и обесчищенная дочь. Благословенные, привилегия вашего испытания, она в руках Всевышнего. Только Он знает, когда это делать. Хорошо, Юра. Ну, не надо вызывать, типа, некоторых христианских богословов. Вот был такой Монтан, он вызывал гонение. Он понимал, что церковь без гонений не может. Он вызывал их. Ну, вот постоянно, вот я, кстати, об этом и хотел сказать, что очень много мы говорим, что в таком виде, в котором находится сегодня церковь, Вселенская церковь, в таком виде, в духовном таком состоянии, Бог не может ее поднимать, поэтому даже присутствие, присутствие лично неоднократно на молитвах, там, где и пророки пророчествуют, вот мне приходится слышать, там, в тех церквах, даже, где я служу, мне приходится слышать из уст пророчествующего о том, что Господь все-таки воздвигнет гонение для того, чтобы вот церковь в испытаниях, она все-таки была все-таки переплавлена и пришла в себе. Что ты на это скажешь? Два свидетельства. Одно с Кореи, другое, я не помню, где-то с Африки. Шторм, торнадо на Сакраменто. А оно было такое, да. Мне немножко страшновато от этого. Было, да. Почему? Потому что за нашей, как говорится, неактивностью пострадают наши дети. Вот это иногда страшновато. А так, Бог знает, что он делает. Ну, извините, когда меня везли в больницу, например, на Украине. Врачи делали мне больно, но они спасали мою жизнь. Точно. И благодаря этому я сегодня здесь, вместе с того, чтобы уже, извините, в 13-м году спокойно почить в городе Нововолинске и так дальше. Я помню, ты рассказывал об этом. Юра, кстати, неоднократно мы получаем звонки до вчерашнего вечера. Один из наших молитвенных партнеров, вот она мне позвонила и говорит, она беседовала, говорит, брат Юра, я беседовала, там ей были звонки на молитвенную линию, и она беседовала с кем-то из наших зрителей. И эта сестричка с болью рассказала, с болью, с горечью, со слезами рассказала о состоянии своего сына. И таких примеров очень много. Это просто я тебе вспомнил вчерашнего вечера, но таких очень много, когда особенно матеря, отцы, родители плачут, приводя в пример губительную жизнь, губительную, пагубную жизнь своих детей, сына или дочери. Испытание это или не испытание? Хорошо, есть у меня очень хороший пример. Мы были в Житомире и в Житомире я проповедовал в репцентре. И в репцентре были родители, то есть пришли родители тех детей, которые в реабилитации. Ты называешь это испытание, или нет, для семьи? Сейчас, 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 минуточку, минуточку. И одна женщина тянула руку все для того, чтобы меня перебить, женщина, ну дайте человеку выговориться, пожалуйста. После того я кончу, я дам вам слово. И эта женщина после рассказала историю. Довольно историю, которую я хочу рассказать и буду рассказывать везде. Она говорит, у меня был единственный сын. Мальчик, ну как американцы, паинька. Отличник в школе, в институте, все. И она узнает, что вот этот мальчик, паинька, сел на иглу, стал наркоманом. На Украине это приговор к смерти. 90% те, которые садятся на иглу, они кончают жизнь довольно быстро. И когда эта женщина это поняла, она поняла, что скоро ей придется расстаться со своим сыном. И она и шла по дороге и плакала. А что матери делать, когда сын вот-вот? Ну ты рассказываешь о многих матерях сегодня в этом примере, которые нас смотрят. А ну-ка. Я рассказываю это и для матерей, и я рассказываю это для церквей сегодняшних. И говорит, на встречу идет женщина, говорит, слушайте, а чего вы плачете? И она вылила свою боль. Она говорит, вы знаете, ваш сын не умрет. Вот откуда вы знаете? У меня такая же самая ситуация. Мой сын тоже был, как говорится, сидел на системе и все. Но потом, говорит, меня встретили, люди рассказали о Христе. Я пошла в церковь, начала молиться за своего сына. Мой сын пришел, покаялся, сейчас он служитель церкви. Прошел через реабилитацию. Говорит, женщина, для вас есть выход. Юра, а что если дети, если родители и дети в церкви находятся? Сейчас, сейчас, сейчас мы будем говорить из-за этого. И эта женщина, она пошла в церковь, начала молиться, и Бог благословил, сын прошел через покаяние, реабилитацию, и тоже сегодня служит церкви. Что я хочу сегодня сказать церквям. Хорошо, взять наши Нововолынские церкви. Выход сделали. Хорошо, во-первых, проповедь Евангелия. Когда человек кается, Бог освобождает прямо на месте. Примерно моя система. Я знаю многих наших ребят, которых Бог освобождал сразу. Не было ни ломок, ничего. Но церкви надо заняться этим вопросом. Извините, не баловаться воскресной проповедью. Пришли, понимаете, прочитали, посидели, не поняли что и ушли. Извините, вот такие здоровые церкви, для чего они? Для чего эти помещения? Пожалуйста, найдите людей. У вас в церквях есть люди, которые будут работать с теми, которые пойдут и будут говорить. Извините, человека заинтересовать. Раз. Человека или же в репцентр, или же куда? Это все можно делать. Или же молитвенную группу там организовать. Я в Днепропетровске был, в Днепропетровске я предложил одного нашего человека, чтобы в репцентр забрали с Нововолынска. Мне сказали, я тебе деньги дам, чтобы только он сюда не приезжал. Я говорю, ребята, почему? Говорит, потому что у нас не стационарный репцентр. А как? Вот они с утра приходят к нам в церковь, здесь они слышат проповедь, здесь они слышат назидание, здесь за них молятся, они идут и все это используют в жизни. Очень много примеров. Но если церковь хочет, но церковь не хочет. Я говорю это, потому что я слышал мнение многих мосоцарей, церковь не хочет. Церковь, но пастыря говорят, что церковь не для этого предназначена, а для таких вещей есть репцентры. А для чего, Юра? Извините, Иисус приходил к кому? Наверное, к святошим фарисеям. О, шалом лихаахи, шалом, ты мой брат, я твой брат. Извините, он пришел почему-то к мытарю, он почему-то с прокаженными имел дело. То есть, твой совет не сдаваться до последнего дня. Не сдаваться. Не сдаваться, борьба за детей. Это самое важное, это самое главное. Мы, когда приехали сюда, в Америку, меня через пять лет встретил один человек и сказал, Юра, было задание ребятам посадить твоих пацанов на наркоту. Было задание. Это твоей семье было сказано. Да, это мне лично человек говорил. Да, молилась жена, молился я. Я просто, моя молитва была короткой. Бог, ты сказал, что они будут служить, и я верю в это. Это твое пророческое слово, я на этом стою. Если не это пророческое слово, извините, но смысла нет. Я знаю, хоть сейчас я этого не вижу. Ты можешь с дерзновением, Юра, сегодня сказать, что тем родителям, которые такого рода испытания и долину проходят уже на протяжении последних семи, восьми, вот даже десяти лет, ты можешь с гарантией, то есть с дерзновением, с уверенностью сказать, что все-таки придет такой момент, что нельзя капитулировать, вот находясь в таком, не родителям в мониторе. Хорошо. Как капитулировать? Первое. Как всегда, в душепопечительстве нужно признать проблему. Проблема есть. Или проблемы нет. Второе. Согласие сына. То есть молиться, чтобы он дал свое согласие на это. Дальше. Найти корни, как человек залезть туда. Это очень важно. Это за душепопечительство мы когда-то будем говорить. Почему? Потому что мы сможем говорить, мы можем просто газончики постричь, а корички останутся. Потом уже после этого искать методы. Как? Возможно, человеку хватит чего-то одного. Возможно, ему надо где-то поехать на реабилитацию. И многие сегодня центры открываются в Америке. Для чего? Для кого? Для наших детей. Для детей, верующих родителей, для ДВРовцев. Почему? Почему эта проблема? Извините, если я сейчас скажу, мне будут постоянно звонить и будут меня обвинять. Но если, извините, проповедовался бы Христос и его работа, а не что-то, понимаете, близко этого, возможно, был бы толк. Писание говорит, что проповедь, она должна быть в явлении духа и сил. Проповедь – это для мира и для неверующих. Для церкви – это учение. Но, извините, и того, и другого нет. Зачастую. Зачастую, да. Смотри, Юра, в испытаниях ряд из наших людей проходят финансовые трудности в семье. Это тоже серьезное испытание. И человек хочет выпаться из финансовой западни, из постоянных неудач финансовых, из проколов, там, какие-то отсутствия нормальных средств для существования и не может. Юра, знаешь, есть такая пословица народа, не всегда так будет. Я, например, имею очень малый заработок. Я работаю один, жена смотрит внука. Нам хватает еле-еле, но, слава Богу, я не имею долгов. Но я знаю, что всегда так не будет. Почему? Потому что однажды, однажды в Сакраменто случилась интересная вещь. Я ехал в Сиэтл для того, чтобы там немножко участвовать в подготовке еврейской конференции. И мне сказали, ты будешь ехать с Юрой кто бы там ни был, но Юра, наш тезка с тобой. Джулай. Благословенный брат. Я сказал, ребята, ну пожалуйста, как-то не надо, но это высота, я-то кто? Ну, в самолете, потом вообще не мы так хорошо познакомились. Он познакомил меня с Сашей Куманским. Саша Куманский привел меня первый раз сюда. Программа «Храмовая гора». Было такое. Да. Пару лет назад. Да, да, да. Потом программа «Надо ли молиться за Израиль?» Ну и я... Ну смотрите, просто один случай, одно знакомство. Все. Я не знаю, возможно, какое-то знакомство будет и в моей жизни дальше, потому что я хочу быть служением. Для меня это жизнь. Главное, я говорю так, главное, если ты знаешь Господа, ты имеешь все. Если Бога имеешь, имеешь все. Если Бога не имеешь, ничего не имеешь. При наличии больших финансов, больших возможностей, не имея Бога, ты ничего не имеешь. Я понимаю. Даже, даже не имея ни финансов, ни возможностей, ни ресурсов, но Бога имея, ты имеешь все. Да. Поэтому смотри, хорошо, Юра, болезнь. Ряд из наших старших людей особенно проходят долиной такие, которые называются болезни. Болячка там, болячка ссям, и голова болит, и сбоку болит, и колет везде. Испытание это или это все-таки процесс жизни, который мы не избежим, особенно в пожилом возрасте? Ну, хорошо, тут три точки зрения. Первое, это процесс, как вы говорите. Второе, это есть испытание. А третье, это отказ от нормального образа жизни. И, например, Юрий, если вы, например, прочитали в газете хороший совет, например, для похудания, который подходит вам, все, вы бы его использовали для себя? Ну, Конечно. Если я сегодня читаю... Для меня хороший для похудания, для меня хороший пример это пост. Я понимаю. Не срабатывает. Но, в Писании очень много примеров есть того, как быть здоровым. Но мы это рукой выкидаем. Сало на стол. Это ветхий завет. Сало на стол. Да, да не только сало. Не только сало. Наши женщины на процентов 80 все больные по женскому. Все. В Писании есть правило. Еврейские женщины, которые используют это правило, они в 20 раз здоровее христианок и мусульманок вместе взятых, которые не живут по закону. Понимаете? Есть много чего написано в Писании. Но мы же это все игнорируем. Нам гностик Маркион во втором веке разрезал Писание на две части. Сказал, это ветхое, а это новое. И Иисус сказал, это Писание. И Павел сказал, это Писание. Все Писание Бога духовновенно. Нового завета не было тогда. Тогда был то, 39 книг Ветхого завета. А он сказал, это Писание, оно Бога духовновенно. То есть, оно написано под воздействием Божьего духа и полезно. И для назидания, и для обличения. Я думаю, для здоровья тоже. Это правда. Это правда. Чего есть, чего не есть, чего пить, чего не пить. Да. А взаимоотношения? Тоже. Тоже? А моральный кодекс строителя, это вообще потрясающе. Я понимаю. Моральный кодекс. Я понимаю. Он же старый завет. Да. Но это благословение. Это благословение сегодня для нас. Священное Писание показывает нам развитие процесса. Дальше. Как остановить это? Как выйти с него? И как не попадать в него? Вы знаете, Юрий, очень много написано в Писании. И вот одно место вы просто посмотрели сегодня, как испытание, для чего оно проходит в нашу жизнь. И мы с вами сказали, что самое первое, испытание приходит потому, что Бог избирает нас для того, чтобы работать с нами, для того, чтобы, как говорится, шлифовать нас, для того, чтобы поставить нас тем человеком, которого он хочет. Смотри, Юра, первое, потом ты сейчас скажешь второе. Первое, что для нас это оказывается согласно нашей с тобой беседы сегодня. Для нас это большая привилегия, если мы находимся на этой горячей сковородке. Потому что Бог, оказывается, с нами работает. А ну-ка, второе. Дальше. Когда он выбирает нас, начинает работать с нами, он шлифует наше терпение. Я уже сказал, терпение это стойкость в минуту испытания. То есть, чтобы мы не колебались со стороны в сторону, а были, говорится, стойкими. Это очень важно. Следующее. Он ведет нас к нашему совершенству. А совершенство, это, извините, это дорастание до нашего предназначения. Это третье, ты сказал? Да, третье. Можно четвертое сказать? Или давай ты говори четвертое, а я потом последнее скажу? Хорошо. Мудрость. Мудрость. Мудрость в критических ситуациях. Когда некому подсказать, когда не у кого спросить совет, когда ты стоишь один на один. И вот у нас был случай, мы с другом ехали в поезде с Колей Литвиняком. Ты знаешь чего? Ну, два евангелиста зашли в поезд. Что они будут делать? Конечно, говорить о Боге. Ну да. Ну, нас резко оборвали и сказали, не надо. А это же, это плацкарш был, наверное, открытый. Не надо. Почему не надо? Говорит, слушай, дома достали, на работе достали, думала, в поезде отдохнула, и тут достали. Ну, достали, так достали. Я говорю, женщина, а можно мы будем с вами простые бытовые темы говорить? Хорошо, давайте. Мы начали говорить, и тут наша хозяйка, я не знаю, что на нее нашло, какие классные ребята со мной едут. Говорит, а что мы классные? Говорит, вы не пьете, вы не курите, вы не ругаетесь, вы не пристаете, ничего, нормально говорите. Мы говорим, женщина, а можно мы вам расскажем, какими мы были буквально несколько лет назад? И мы начали говорить. Я рассказал свою историю, Коля начал свою, и говорит, слушайте, давайте мы помолимся, можно мы помолимся за вас? Она говорит, можно. То, закрыла нам рот, а то, и мы начали молиться. И начали молиться. Мне показывает, что время. Хорошо. И вот ты пять перечислил, у тебя есть семь или десять, но последнее я скажу. Когда испытание может быть следствием дьявольских атак. Почему? Яков говорит, но каждый искушается, увлекается. Это уже другое. Обольшаясь собственной похотью. И когда на нас навалилось, навалилось, и мы не знаем, мы не можем расчленить, это испытание или искушение, в этом случае, но это в контексте беседе. Четко и ясно написано, но каждый увлекается и обольщается собственной похотью. Так вот, в этом случае, и в этом случае, если мы видим, что искушение слева и справа, выстрелы слева, справа, спереди, сзади меня теснят, в этом случае противостоять силой крови Иисуса Христа, силой Его Слова, силой Духа Святого, молитвой, можешь наступать на всякую вражу силы, и запрещать дьявольским атакам, и говорить во имя Иисуса Христа. И самое главное просить милости Божьей. И милости Божьей, да. Потому что милость Божья, мы ни на что не можем рассчитывать, кроме милости, да. И вот смотрите, еще несколько вещей. Мы сказали мудрость, дальше, испытание нас, как служителей, на нашу гордость, дальше, испытание нашей любви, и конец, венец, то есть конец испытания, венец жизни. Венец жизни. Самое благословенное, самое чудное, которое Бог даст нам, а мы потом это все сложим у Его ног. Это огромное благословение и огромная милость. Это эпилог нашей беседы. Да. Это эпилог нашей, видишь, каким мажором все-таки мы окончили. Мы окончили, хуже, если бы мы минором окончили. Не, зачем? Мажор, это все-таки победа. Аминь. То есть цель испытания, цель испытания, венец жизни, цель искушения, наша погибель. Но мы говорим сегодня за испытание. Когда Бог вводит нас в испытание, для чего? Для того, чтобы сделать нас теми, кем он хочет. Я знаешь, как еще? Можно я телефон скажу еще? Друзья, если кого-то заинтересует, пожалуйста, позвоните мне. 916-588-0588. Я еще раз повторю. 588-0588. Недавно мне позвонил один человек и просто, но сильно ободрил меня. Ободрил. Да. Он сказал, что это нужно, это благословенно. Вы знаете, друзья, очень хочется иметь обратную связь. Будьте благословенны. Теперь смотри, обычно я еще в некоторых случаях, когда мне говорят, я уже в таких испытаниях и говорит, не могу. Знаешь, что я советую? А ты говорю, через не могу. Ты проходи испытания через не могу. Это очень тяжело. Легче об этом говорить, чем жить и проходить. Согласен. И чем встречаясь с этим, все-таки быть стойким, как я говорю, твердым, и все-таки остаться непоколебимым в испытаниях. И награда, как мы говорим, с тобой весьма великая. Это венец жизни. Ради этого стоит бороться. Аминь. Стоит побеждать. Стоит трудиться. Стоит жизнь свою, как мы говорим, на плохую положить во имя Господа Иисуса Христа. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы благословляем вас остаться столь твердым же, непоколебимым, каким был наш Господь Иисус Христос. Пример для нашего с вами подражания. Юра, сердечно благодарю. Спасибо. Бог да благослови. Спасибо. Заименно. Слава оставайтесь с нами на импакте. Будьте благословенны. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова